Рассказывает отец Михаил Карелин. 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 состоящее преимущественно из белых попов, что дало нам возможность поссорить попов с епископами, примерно как солдат с генералами. В одном из постановлений обновленческого собора писалось, церковным людям не следует видеть в советской власти власть антихристову. Наоборот, собор обращает внимание, что советская власть государственными методами, одна во всем мире, имеет цель осуществить идеалы Царствия Божия. На этом соборе они объявили патриарха Тихона незложенным. И вот тогда-то владыка Федор и вся Даниловская братья встали на борьбу за сохранение церковной традиции, которая не допускала никакого диалога с обновленцами, как с людьми, добровольно отпавшими от церкви. Они сопротивлялись натиску ложной иерархии, организованной чекистами с целью уничтожения церкви. В области церковной жизни, говорил владыка, может и должна быть одна главная реформа – покаяние и молитва. А все остальное пойдет из этой благодатной реформы духа. И скоро даниловцам удалось объяснить архиереям, не знавшим, как поступить, что нужно выбирать и чего держать.